Сегодня я хочу говорить об одном очень прекрасном вопросе. В заголове будет походу. Я буду вам напоминать его в течение. Вообще я хочу говорить о вере. О вере в Бога. Потому что вера очень важна в нашей жизни. Вера – это способность о победе человека над стрессовыми ситуациями. Вера – это способность выжить, когда другие погибают. Вера – это способность пройти бури и не потерпеть кораблекрушения. Наша вера – антикризисная вера. Которая приходит от Бога. И очень часто вера, она просто зарождается, рождается в кризисах. Которые сотворяются вокруг тебя. И твое положение становится теми ступенями, по которыми ты поднимаешься и идешь выше. Когда мы говорим о вере, мы не можем не упомянуть Бога. Потому что это как синонимы, вот так используются. Потому что где Бог, там вера. И где вера. Туда обязательно приходит Бог, и там обязательно Бог. И вообще без веры мы не приблизимся к Богу. Библия утверждает это, что без веры угодить Богу мы никогда не сможем. Наши деньги нет, они не восхитят Бога. Не впечатлит ни наша новая машина. И наше имущество, оно вообще его не впечатляет. Но единственное, что Бога восхищает человеку, это вера. Библия говорит, что без веры никто не угодит Богу. Но будь уверен, если ты угодил Богу, то и Бог угодит тебе обязательно. Аминь. И я хочу, чтобы мы сегодня начали с 83-го Псалма. Русский 2-й, 3-й и 5-й стихи в русском переводе. А в грузинском может быть то же самое в некоторых переводах, 1-й, 2-й, 4-й. Я читаю вам с 1-го. Как вожделенное жилище Твоей, Господи, сил, истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. Блажены, живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Как желанные, как вожделенные жилища Твоей. Там, где Бог находится, где Он обитает. И церковь, это место жилища Божьего. Потому что там, где двое или трое собираются, и там, где восхваляют Его, там и престол Его, подножья Его, престол Его. Как вожделенный, как желанный. Насколько это желанно. Для Давида прийти бы в церковь, это было желанным. Он говорит, это самое большое удовольствие, наслаждение, прийти туда, где находится Бог. Наверное, отношение людей, вообще наше личное отношение к церкви должно измениться. Да, мы говорим, что церковь, это не здание, это мы, люди. И порой из-за того, что это не здание, то да, мы можем уже пренебречь, даже ничего не делать сердцем, не вкладывать свое сердце от души, ничего не делать в этом здании. У людей есть свои аргументы, которые они также берут из Библии и говорят, ну, это мы, мы. Ну, иногда это мы, оттуда прийти, это не обязательно, это мы. И когда мы не хотим, это плохое место, когда мы хотим, это хорошее место. Но люди должны знать, это не просто какие-то камни и какое-то простое здание. Это как раз то место, где именно эти же люди собираются, и куда Бог приходит в нашу жизнь, и где мы слышим Божье Слово, и Божье Слово что-то изменяет в нашей жизни. Хорошо, когда авторитет Бога и авторитет Церкви, они вместе в жизни человека. Блаженно живущие, обитающие в Доме Твоем. Дом Божье – это место, куда приходит человек, и вот он там поселяется, он обитает. Это его место. Он трепетно должен относиться к этому месту, когда приходит, где Божье дом. Никогда пренебрежительно не упоминается. Потому что Церковь – это святыня, это святое место для Бога. И так же ты не должен сплетничать от Церкви. Потому что подобным образом ты коснуться авторитета Божьего. Нам нужно ценить то, что ценит Бог. Иисус пролил Свою кровь и страдал. Чтобы родиться, творить Церковь Свою. То, что Бог ценит, не должно быть растоптано человеком. Когда в нашем присутствии начинают хулить Бога. И какую-то грязь бросают в сторону святыни, ты не молчи. Ты скажи что-нибудь. Если ничего сказать не можешь, просто скажи, бойся Бога. Потому что Бог ценит то, что Сам Он творит. А если Бог любит Церковь, значит и мы должны ее любить. Какой психолог может тебе столько помощи оказать, сколько окажет Сам Бог? Кто может тебя вывести из этой жизненной пучины, если не Сам Бог? Какая организация может разрушить проклятие в нашей жизни? Не одна. То, что мы получаем от Церкви и в Церкви, это неоценимо. И Псалмопевец говорит, как желанны в дворы твои Господь сил. Как вожелены жилища твои. Смотри, что Он говорит. Душа моя, она во дворы Господни стремится. Желает. Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. До боли хочет во дворы Господни. У него такое сильное желание, просто невозможно уже это терпеть. Да, это стремление. Мой дух ко дворам Господним. У меня только одно желание, когда я приду. Я одного воскресения не была, а не было. Я воздуха не хватает. Его желание такое сильное прийти и быть в присутствии Божьим. Вот не хватает этого присутствия Бога. Не хватает. Ведь к Богу идти нужно не только, когда что-то беспокоит, но и когда нам хорошо, когда мы преуспевающие. Псалом 121.1, Давид говорит, «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Я возрадовался. Меня пригласили, кто-то сказал, «Давай, ну-ка, пойдем в церковь». Для него это была большая радость. Когда и другие говорят, «Давай, пойдем». Он говорит, «Я уже терпеть не могу, так душа моя, она просто внутренность моя. Нехватка любви, взаимоотношений, людей. Я уже не могу это терпеть. Я жажду прийти». Одно это, вот это состояние, которое должен иметь человек. И если он дойдет до этого состояния, дьяволу это не понравится. И если человек стремится к Господу сил, тогда сила Божья, она явно и проявляется в жизни. В его жизни устраиваются, улаживаются проблемы. Конечно же, дьявол этого не хочет. Он всегда будет стараться отравлять взаимоотношения. По отношению друг к другу, по отношению к церкви. Но Библия говорит, «Противостаньте ему твердую верою». Чтобы для тебя стало, и ты сказал, «Дьявол, церковь для меня, святыня». И в моей жизни она занимает святое место. И моя душа, мой дух стремится к нам. Потому что Бог пообещал мне там встречу. И я еще раз говорю, когда ты встретишься с Богом, все остальное, всякий другой вопрос, он уладится. И если мы посмотрим на церковь, как на Дом Божьего, которым она и является, тогда мы без сердца, без сердечно ничего не будем в церкви делать. Любое служение, оно от сердца будет проведено сердечно. Я не говорю только о сцене, любая другая деятельность в церкви. Все будет сделано хорошо. Во многих вопросах, почему нет совершенства? Потому что, наверное, нет вот этого видения, как Дома Божьего, не увидено, как Дом Божья, церковь. Мы-то говорим, да, территория не имеет значения. Конечно же, понятно, все в духе и в истине. Представьте, когда происходят какие-то бедствия и катаклизмы. Люди не бегут во дворцы или в правительственные дома. Они в здания бегут. О котором они знают, что Бог там приходит. Чтобы там укрыться. Есть вот это понятие и стремление о том, что это место, это особенное место. Что бы ты ни делал. Что бы об этом Бог сказал? Сделай так, что Бог об этом сказал. Хорошо, весьма хорошо. Ищи того, чтобы Бог о тебе сказал. Добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего. Ты все так хорошо делаешь. А в четвертом стихе мы прочитали. Блаженны, живущие в доме твоем, в пятом русском переводе, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блаженны, живущие, обитающие в доме твоем, поселившиеся в нем. Это не те, которые как в гости заходят, а которые постоянно. Благословенны, блаженны он, потому что что-то происходит в его жизни. Они непрестанно будут восхвалять тебя. И вера — это непрестанная хвала. Это непрестанно приносить жертву и благодарение Богу. Христианство — это не хобби. Это должно стать стилем жизни. Знаешь, когда хобби, тогда ты не поселившийся, не обитающий в его доме и в его дворах. Мы не просто увлечены христианством. Это образ порядка жизни нашей. Мы, христиане, не только по воскресеньям утром. А когда мы отсюда уходим, мы забываем, кто мы такие. И на автобусной остановке уже даже никто не скажет, кто мы. Мы остаемся христианами и за порогом здания церкви. Куда бы мы ни пошли. Работа, улица, транспорт. Наполовину посвящения. Это просто оскорблять Бога. Вы помните Якова, который пришел к отцу, чтобы получить благословение. Он так хотел взять благословение брата. И обманным путем завладеть этим благословением от отца. Кто ты? Отец ему говорит. Я Исааф. А ну-ка приблизься. Я, чтобы коснулся и обнял тебя. У него на руках, это было козьей кожей, были его руки обморканы. Потому что Исааф был очень волосатым. И когда отец взял за руку. Руки, руки Исаафа, голос, голос Якова. И очень часто в жизни христиан существует это проклятие. Голос Якова, руки Исаафа. Устами славят Бога, руками делают мирские дела. Устами призывающие Бога. Голос прославителя. А кто посмотрит на руки наши, даже не скажет, что мы веруем в Бога и мы Его славим. Поэтому никогда не стесняйся, никогда не стыдись твоего христианства. Каждый день и на всяком месте будь христианином. Ты можешь сказать, а что мне от этого? Ничто тебе от этого, у тебя уже есть. У тебя грехи прощены. Его ранами исцелен. И вообще, главный аргумент Евангелия, это не кошелек, не машина и не дом. Но это прощение грехов и вечная жизнь. Что твое имя записано в книгу жизни. Что ты не кандидат в ад. У тебя уже есть все. И поэтому тебе всегда нужно быть христианином. Тебе всегда нужно оставаться христианином. И здесь была фраза, непрестанно будут восхвалять тебя. Блаженно живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Сердце хвалящее, это сердце благодарное. Это значит, что они видят Божье чудо в своей жизни. Благословен, живущий в доме Господнем, потому что он видит чудеса и благословения Божьи в своей жизни. Он осознает, что он прощен, что он застрахован Божьей, он видит Божью помощь. Он видит, насколько Бог его милует, и как сильно его благословляет. За все чудеса он благодарит Бога, потому он хвалит его. Он мне говорит, я такой занят, я настолько меня Бог благословил. Где время хвалить? У него есть время поблагодарить. И есть время, он непрестанно занят хвалой ему. Непрестанно будут восхвалять. Благословенные, блаженные. Те силы, которых в Господе. Давайте прочитаем 6-7 стихи в русском переводе. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долину и плач, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословение. Мы джоэли таргуманима, как и бухли, ахал зяру и циро горы, армометцона, дай митон. Блажен человек, которого сила в тебе. Проходя долину и плача, они обнаруживают, открывают источники. Источники земные могут иссохнуть. Но Божьи источники никогда не высыхают. Их невозможно исчерпать, они вечны. На небесах никогда нет кризиса. На небесах не существует инфляции. Блажен человек, чья сила в Боге. Потому что, что бы ни произошло на этой земле, каким бы плачевным ни было положение, он все равно обнаружит воду, источник, все равно найдет источник, и потому он и благословен. Исохшая какая-то пустыня, но другие все переводы долины плача. Исохшие, где кризисы. И, конечно, плачевно, если кризис. Ходящие по этой долине, где вообще невозможно утолить жажду. Даже если мы возьмем сегодняшнее положение. Там, где никто не находит защиты от вируса. Тот человек может найти который по силам жилища Божьим непрестанно хвалит его и сила которого в Боге. Каким бы кризис не был. Бог говорит, в огне будешь проходить, он не опалит тебя, в воде будешь не вдольщи. Бог тот же Бог, который благословил Авраама и апостола Павла и воскресил Иисуса Христа. Он не изменился, он тот же Бог. Он сказал, я Бог твой. И надеющийся на меня не постыдиться. Блажен человек, сила которого в тебе. И в русском переводе так хорошо сказано, у которого в сердце стези направлены к тебе. И также старый перевод я прочитал, где написано пути в сердце к тебе. Ну, а вот уже в новом переводе в грузинском более логично, у которого в сердце пути к Сиону. Послушайте меня хорошо. Сердце это то место, где есть и пути, и тропинки, стези. Вот эти сердечные стези, сердечные тропинки, которые направлены к Богу. Для меня вот эта стезя, это более, более хорошо я ее воспринимаю, потому что Бог никогда не ошибается в том, что он говорит. Тропинка это то, что твоими ногами произвела. Это проходимое ногами человека. Сам человек. То есть он много раз прошел по этому месту. И вот эта тропинка, она там появилась. Вот блажен человек, которого села в тебе и который в своем сердце протоптал дорожку к тебе. Он не один раз приходил к тебе. Он уже протоптал эту дорожку. Он уже знает этот путь к тебе. Он часто ходил по ней и уже знает, как приблизиться к тебе. Быстрее. Вот почему некоторым или многим легко молиться, а для других молитва это обучение. Кому-то несколько секунд или минут нужно, чтобы чувствовать, переживать Бога. А некоторые там двадцать полчаса хотя бы должны помолиться, чтобы хоть как-то почувствовать Бога. Потому что эта тропинка не протоптана в его сердце. Не пройдены, не проведены эти связи пути в сердце. Но человек, который по-разному прочувствовал вот этот подход к Богу, шел к нему. Иногда молитва, иногда поклонение, иногда на коленях, иногда в прославлении. Он продолжил различные тропинки к Богу. И вот потому он благословен что к Богу он проложил путь. Ты знаешь, Бог не ходит по бездорожью. Пришел Иоанн и говорил, приготовьте путь Господу да исправятся все стези. Может быть, ты молишься, Боже, где ты? Бог говорит, я здесь, а ты где? Нет, нет пути к тебе, я никакого не могу обнаружить ни одну дорожку. Поэтому в жизни многих они трудно приближаются к Богу, вот это соприкосновение с Богом, тяжело им. Просто запомни этот принцип. во что инвестируешь свое время в том и становишься успешным. если время не тратишь на то, чтобы на молитву, на взаимоотношение с Богом, чтобы приходить к Нему, тогда нет вот этого контакта. Это какое оно скучное, оно скучное. Но благословен человек, инвестирующий свое время во взаимоотношение с Богом и протоптавший эти стези, эти тропинки. Он читал, он думал о слове, он молился, он хвалил, и все его стези были направлены к Богу. А как мы можем узнать, стези нашего сердца куда направлены? Направлены или нет они к Богу? Все проверяется в практике. Когда мы попадаем в безвыходное положение, в экстремальную ситуацию, если пути твоего сердца они проложены к Богу, твое сердце сразу же встречается с Богом. В той ситуации ты не ищешь утешения от людей, ты ищешь утешения от Бога. Что делать? Ты не людей спрашиваешь, вот эта твоя стезя, она сразу же направляет тебя к Богу. И Бог приходит на эти тропы. И Он говорит с тобой, и Он дает тебе направление. Если до этого ты проложил этот путь, в экстремальном положении твое сердце, оно автоматически направится по этому пути. Если путь проложен к телевизору, то в любой экстремальной ситуации ты сразу включаешь телевизор, найти какой-то там фильм соответственно себе. для кого-то может быть к алкоголю. Но люди, они прокладывают пути и тропы в своих сердцах. И сердце это место, где есть эти тропы. И благословен тот человек, который как раз таки протоптал вот эти стези, эти тропинки, чтобы приходить к Богу. Вот почему для кого-то легко молиться, для кого-то трудно. Для кого-то в трудных ситуациях трудно на языках молиться. Или не трудно. Но если не трудно, то тогда потому, потому что уже проложил эти пути до этого. Бог отвечает на молитвы. Конечно, иногда зарастают эти тропы, когда нету долгого времени взаимоотношений с Богом. Но чтобы неопрестанно были вот эти предшествующие моменты. Блажен, кто обитает, он поселился, он постоянно желает стремиться во дворы Господни. Я часто приводил в пример, когда Ратри был маленьким. Я думаю, один раз рассказал, вам еще раз расскажу. Он на тетрадке увидел машину. На пульте ему не нравилось. Такая уже была машинка, в которой садишься. Машина. И однажды он так поднял предпогу в эту тетрадку. Где-то три года ему было. И говорит, Боже, я хочу такую. А у меня на самом деле на это денег не было. Правда не было. Вот эту машину, которую водить можно, садиться в которую можно. я как добрый папа. Решил, что чего бы мне это не стоило. Купить любой ценой, чтобы у ребенка была вера в то, что Бог отвечает, о чем просит человек. но это не искусственно, это сам Бог наверное расположил мое сердце к этому. И вот в один день, когда мы купили, поставили ее, когда он вышел, проснулся, выходит и видит, вам бы видеть его радость. Прошло какое-то время. Где-то ему было пять лет. По перевалу мы переезжаем и зима, зимнее время. Там такая яма была. Как только ударила гитара машине в автомобиле поломалась. На перевале, представьте, вот это колесо все вот так ходит, взбито оно, и я остановился. А снег идет. Думаю, как-то быстрее до дома добраться, до темноты, пока морозы не начнутся, чтобы успеть проехать. И вот уже на вот этом подъеме вот это случилось. Пока я что-то придумал, придумал ребенок в ту же минуту. Боже, умоляю, кого-то пошли нам, чтобы помог нам. И вдруг машина раз, заезжает. Там, где улегчили, там была большая будка у какого-то человека. Подъезжает, открывает. Вот, увидел, пришел, увидел, что происходит, ну вот, вот сломалась эта гитара. Сейчас же. Я знаю, где мастера. Там свадьба есть рядом в деревне. Проходит. Можешь мне бензин залить? А там была рядом бензоколонка. Бензоколонка. Залил я. Человек быстро едет за свадьбу, двоих привозит. Все разобрали. Взяли эти части, которые необходимы, сварку сделали. А там такой снег был. Инструменты, которыми работали, когда вот работали, ложили, за минуту заметало снегом. Они у меня все, собрали машину, и я поехал. Полночи ехал, тогда много не понимал, но капроновые покрышки были. Но мы так доехали, что ни одного скольжения. А вообще не было видно дороги. Но мы приехали. Многие машины, они просто останавливались, а я ехал. Тогда столько опыта ума не было. Но когда ты не знаешь, не понимаешь, ты смелее, смельчак. Но ни одного скольжения не было по пути. Ты знаешь, Бог сразу отвечает. И пока маленький был рад. И вот эти тропы в его сердце, тропинки, они прокладывались к Богу подобным образом. Но проблема вот, когда мы уже взрослые, взрослее, мы выросли. Тогда мы уже начинаем инвестировать наше время в другое. Я не о моем сыне говорю, я в общем сейчас говорю. Но Бог отвечает. Порой, прежде чем мы осмыслим и дойдем до этого, кто-то молится. И Бог кому-то сразу же отвечает. Потому что Бог, отвечающий Бог, блажен человек, который эти стези проложил в своем сердце. Потому что в их устах непрестанная хвала Богу. Павел и Сила. Они проповедовали Евангелие, но вот однажды их схватили, избили. И бросили в тюрьму. Но в полночь. Ты можешь сказать, да какое время петь? Но Библия говорит. Они в полночь начали молиться и прославлять Бога. Эта стезя была проложена. Этот путь к Богу уже был проложен в их жизни. И написано, внезапно произошло большое землетрясение. И знаешь, когда пути сердца к Богу проложены, и когда непрестанно хвала и прославление на устах наших, Бог внезапно меняет ситуации. Он внезапно приходит. Знаешь почему? Когда хороший путь, дорога, тогда по хорошей дороге быстрее приходишь или приезжаешь. По трассе лучше просто разгоняешься и едешь. А на автобане еще быстрее. Потому что дорога хорошая. Когда хороший контакт, Бог так же внезапно приходит. Сразу. Неделю назад с молодежью мы были в Кечхобе. На связи-то было две линии, но очень плохая связь была мобильная. Не была хорошей. Сада царая река, кавши рекарги, не ла дзлис гэбулоп, информация, дзлис хснис, хэлопэрс. На того, где слабая, да, слабая контакт, слабая связь, то ты очень, очень медленно эту информацию можешь заполучить. Открываешься, да? У тебя такое желание, взять и выкинуть этот телефон, например. Раньше зять и так выбирали, чтобы повести, напоить и посмотреть, какие они. Сейчас, если ты хочешь кого-то впустить в семью, ты должен проверить его на медленном интернете. Два дзи включить и так проверить. Вот так, в ту же минуту человек проявляется. Пять дзи, конечно, это намного быстрее. Контакт намного легче. Контакт, чтобы было, это намного легче связь. Вот чем легче контакт, чем легче связаться, тем легче Богу прийти в нашу жизнь, и нам прикоснуться к нему. Поэтому, чем лучше взаимоотношений будет у тебя с Господом, то и связь, она будет быстрее, быстрая. Поэтому о молитвенном служении было объявлено, Тебе необходимо прийти. В седьмом стихе русского перевода, проходя долиной плача, они открывают в ней источники. И дождь покрывает ее благословением. У каждого человека есть своя долина плача. Тем более, за эти два года, тем более. Достаточно причин плакать в жизни. Есть люди, которые очень мужественно не справляются со всем этим. Но мужественно, что я подразумеваю? Они не показывают на людях. Но это не значит, что дома они не плачут, когда они в одиночку. Все плачут. И богатые тоже плачут. Даже во время этого вируса деньги богатым не помогли. И богатые плачут, и бедные, и мужчины, и женщины. Все плачут. То есть у всех есть опыт этого плача. Иногда смотришь на некоторых, думаешь, сейчас сломится, вот сейчас полностью сломается. О ком ты думаешь, ожесточится или более смирение станет? Но Библия говорит, проходящие долину плача, которые имеют веру, именно вот в этом состоянии плача. Когда попадет на эту долину плача, он обнаружит для себя источник. Он откроет источник утешения, чтобы успокоиться. Он обнаружит утешение от Бога, Бога, который скажет, не бойся, я с тобою. Есть моменты, когда человеческое утешение не помогает. А есть люди, у которых погибли супруги. Все утешали. Я тоже утешал. Но это не помогает всегда. И это не помогло. Единственное, что может освободить это утешение от Бога. Когда Господь приходит в их жизнь и приносит утешение. И, наверное, из-за того, что не было протоптано этих путей и нет вот такого быстрого соприкосновения, иначе, когда Господь приходит, Он обязательно приходит с утешением. И, как говорит апостол Павел, мир Божий, превосходящий всякое разумение, соблюдит сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. И однажды мы поймем, что утешение, утешение приходит не от людей. Приходит от Бога. Даже об Иисусе сказано, когда обезглавили Иоанна Крестителя, то Иисус удалился в пустынное место. Это была его долина плача. Потому что его двоюродный брат, этот молодой человек, его обезглавили. Ни за что. И он плакал, он искал утешение в пустыне. И он нашел силу. Вернулся и начал изгонять бесов и исцелять больных. Когда Господь прикасается к нам, тогда и реальное утешение приходит. У апостола Павла тоже была своя долина плача. Это может быть экономическое положение, семейное положение. Это может быть в служении, долина плача. И Деяние 18 глава с 5 по 7 и с 9 по 11 прочитаем. Маграм, Роца Македонии дан, Чамо виден сила датимоте, Павлем, Тлианат, Кадагебасми, Удзгонатави. Рата, эмоцмебина, Удзгонатави. 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 А когда пришли из Магетонии с силой Тимофея, то Павел, понуждаем, был духом, свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отряжавши одежды свои, сказал к ним, Кровь ваша на главах ваших, я чист отныне иду к язычникам. И пошел оттуда, и пришел к некоторому чтущему Бога, именем Иусту, которого дом был подли синагоги. Господь же видение ночью сказал Павлу, Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобой, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе. И он оставался там год и шесть месяцев, получая их свою помощь. Смотри, апостол Павлу, когда Тимофея силы увидел, он воспринялся. И он так пламенно проповедует. Но его злословят, ему противятся. Ничего не получается. Отрезает свою одежду и говорит, все ухожу. И иногда может прийти это состояние, все, я больше не могу, оставьте меня все в походе. И может прийти это состояние, ты все хочешь забросить. Но написано, в один день Господь пришел к нему. И что произошло? Не уходи. Не бойся. Вновь говори. Не умолкай. Никто к тебе не прикоснется. Если до этого и страх пришел, и может быть угрозы были, унижали, не слушали. И вдруг в этой долине плачет. Он обнаружил источник. Бог говорит, ты никуда и не пойдешь. Не бойся. Потому что я с тобою. Говори вновь. Потому что еще немножко осталось. Все, и сейчас эта стена рухнет. Ты столько трудился. Иногда мы даже не видим, насколько мы уже близки к цели, но мы думаем, нет, не откроется, мы разморачиваемся. Но Бог говорит, Павел, не останавливайся. Не уходи. Продолжай говорить. Вновь так же говори. Потому что я с тобой. Потому что еще немножко. Эти двери, о которых думаешь, закрыты. Они внезапно вдруг откроются. Потому что в этом городе много людей у меня. Ты еще ни одного не увидел. Ты, может быть, никого не замечаешь. Ты думаешь, здесь ничего не получится. И ничего не достигнет. И никто не обратится. И никто не придет. Но я говорю тебе. Продолжай говорить. Продолжай говорить. Потому что еще немного. И очень многое. Очень многое, которые есть у меня в этом городе, они придут к тебе. И эти двери откроются. И один год и шесть месяцев. Павел находился на том месте. И разговаривал с теми, которые были там, и учил их. И может быть, в один день, когда-то ты говоришь, все брошу. Но тебе пришлось годами там трудиться. И может быть, многое, что и сейчас хочешь оставить. Ты думаешь, что не получится твое дело. Еще немного. Продолжи. Потому что, может быть, остался всего лишь один шаг. Вот один раз еще лопатой ударился по земле. И все закончится. И все решится. Вы знаете, фараон не отпускал, когда Моисей пришел и сказал, отпусти моих людей. Казнь пришла. Вторая, четвертая, пятая, шестая, все было позже, когда же до конца. Когда он отпустит. Когда будет эта свобода. Не видно будущего. Не видно свободы. Десятый раз. И на одиннадцатый отпустил. Иногда совсем немного. Совсем немного осталось. Поэтому эти ерихонские стены. Сколько бы не нужно. Обходить и обходить, обходить, доколе не рухнут. Кремлинам 8.17.18. Кремлинам 8.17.18. Говорит, А если дети, то и наследники, наследники Божьих, наследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Если мы дети, тогда мы наследники, и мы сонаследники Христу, если только мы с Ним страдаем, то мы с Ним и прославимся. И смотрите. Ибо я думаю, что нынешние страдания это ничего по сравнению с той славой, которая откроется через нас. Кратковременное страдание, кратковременная долина плача. Ничего, ничто. По сравнению с той славой, которая проявится через нас. Знай, что однажды эта долина закончится. А возможно, сейчас в жизни некоторых есть эта долина плача. Многое, что не получается. Во многом головные боли. Во многом. Кризис болезни. Но знай, что этот плач закончится. Благословен, блажен человек, который стремится к Дому Господню. Сила которого в Боге. Который провел стязи к Господу. Потому что в жизни такого человека, какая бы долина ни была, он найдет, он обнаружит все равно выход. Он найдет все равно источники обязательно. И страдания в его жизни закончатся. И позже слава проявится. Нас не похоронят, как бы не старались. Библия говорит, сеющий со слезами. Он обязательно пожнет с благословением, с радостью. Обязательно. Иисус победил над смертью. И Он сказал, когда будете преломлять этот хлеб, и будете пить эту чашу, из этой чаши, воспоминайте. Воспоминайте Меня. Мои слова воспоминайте. Мои творили весь этот вопрос. Давайте встанем. У нас есть надежда. Мы найдем, мы обнаружим источники. Мы найдем утешение. Выход обнаружен. Потому что Господь наш выход. Он наше воскресенье. Он наша жизнь. Он наше исцеление. Поэтому, что бы ни происходило, каким бы это неисцеляемым заболевание было, как говорят, неизлечимо, у Иисуса есть сила исцелить любого. Поэтому тропы свои сердечные проложи до Господа. Что бы ни происходило, как бы не было сложно, как бы труднее не стало. Но, может быть, и не станет, но вдруг станет. Пусть твое сердце будет к Нему наполвлено. Проложи к Нему пути. Не пристань. Хвали и славь Его. Он твое исцеление. Что Он твоя слава. Что Он твой ответ. Что Он твой выход. Что Он для тебя все. Славь просто. Славь и увидь. Увидь Божью руку на этой земле. Увидь выход на этой земле. Что есть Господь. Что Его слава наполняет эту землю. И обязательно. После этого кратковременного страдания. Оно ничто. Что бы ни случалось, ты можешь сказать, это ничего, это ничто. По сравнению, по сравнению с той славой, которая будет открыта. Господь, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Твой крест. За Твои страдания. За Твою смерть. За Твое воскресение. Мы благоставляем, Господи, этот хлеб, как тело Твое. И принимаем, как тело Твое за нас сломимое. И Господь всякий принимающий, да будет благословен к Тебе. Потому что мы и есть члены тела Твоего. Мы, Господь, благодарны Тебе. Благодарны. За этот преломленный хлеб. Мы говорим этим, мы часть Тебя. Мы говорим этим, что мы принадлежим Твоему телу. И то, что Ты пережил. Мы перенесем, мы выйдем победителем. Нас не похоронят, даже если, да, так, мы в третий день воскреснем. Что бы нам не угрожало. И чем бы нам не угрожали. Ничто не сможет одолеть нас. Потому что в Твоем теле там нет уродства. В Твоем теле нет ничего дьявольского. Поэтому утешь каждого. Какие бы замыслы не были, какие бы сговоры не были, кто бы не стоял за этим. Мы, члены тела Твоего, исходя из этого, святые, непорочные, неискроненные, без всякого порока. Халлелуя. Халлелуя. Господь, благословляем это пятие. Как Твою кровь. И говорим, Господь, благослови каждого принимающего. Ибо Слово Твое говорит, что это чаша благословения. Не несет вреда. Приносит только добро в жизнь человека. Ибо кровь Твоя, которая очищает от всякого греха. Кровь Твоя, которая защищает и делает человека совершенным перед лицом Твоим. Благослови каждого принимающего от этой чаши. Чтобы Твое благословение открывалось в их телах. Чтобы Твое благословение открылось в их телах. Чтобы они были защищены и под покровом. Халлелуя. Пусть Твоя кровь очистит каждого. Пусть защитит каждого принимающего. И дабы у тебя вся слава в их жизни. Проявлением той славы, которую они увидят. Благослови каждого из них. Чтобы они были сильны в тебе. Чтобы они не удалялись от Твоей церкви. Чтобы у них была жажда быть на всех служениях. Чтобы их вера была сильной. И чтобы трупы их сердца, стези были направлены и продоптаны к Тебе. Чтобы они приготовляли путь Тебе, дабы Ты приходил. И являл ту славу. По сравнению с которой наши испытания – ничто. Благослови, Господь, каждого принимающего.